Чем заняться на экваторе? На экваторе лета, который нас настигнет уже в этот уикенд. И судя по прогнозам синоптиков, погода наконец станет похожа на ту, что должна быть в теплое время года. Как распорядиться этими по-настоящему летними деньками? Куда сходить и что посмотреть? Варианты в нашей рубрике Афиши. Необычное зрелище смогут увидеть горожане уже в эту пятницу. Челнинец Женя Колдун собирается покорить знаменитую тюбетейку. При помощи альпинистского снаряжения он планирует забраться на здание, высота которого составляет 82 метра. Все это он проделает в костюме Человека-паука. Стать наблюдателями такого действия могут все желающие. В эту субботу на площади у Дворца культуры КамАЗ будут вспоминать актера, поэта и певца Владимира Высоцкого. Здесь состоится концертная программа с исполнением песен и стихов, посвященных артисту. Концерт пройдет в рамках проекта «Арт-площадь». Ясная теплая погода идеально подходит для тренировок на свежем воздухе. В воскресенье горожан ждут на бесплатных занятиях проекта «Зеленый фитнес». Для удобства челнинцев спортивная программа проходит на трех площадках. Участников ждет интенсивная разминка, силовая тренировка и растяжка. Самые активные получат призы от партнеров проекта. Счастливое число 15. 15 июля в 15.00 на футбольном стадионе состоится татарстанское дерби. Открывая новый сезон, клуб КамАЗ принимает у себя дома Нижнекамский нефтехимик. Ровно в три часа дня стартует развлекательная программа. В 16.00 прозвучит стартовый свисток. Перерывы матча пройдет традиционный розыгрыш призов среди болельщиков, один из которых станет обладателем футбольной формы. Днем позже состоится еще один матч по футболу, но уже по-американскому. На тренировочном поле Гренады челнинские бульдоги примут команду «Гризли» из города Чайковский. Это первый домашний матч сезона, и он принесет много эмоций не только игрокам, но, возможно, и болельщикам. Если вы еще ни разу не видели вживую эту популярную за океаном игру, рекомендуем ее посетить.